МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В фракции «Одиная Россия» с нами по скайпу будет Михаил Тульский, политолог. И в эфире у нас прозвучит интервью профессора МГУ Натальи Зубаревич. Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева вновь привлек внимание к проблемам Дальнего Востока. Напомню, что оба предшественника Пушкарева, Юрий Копылов и Игорь Николаев по кличке Виннипух, также побывали под следствием и судом. Ну и мы попробуем для начала разобраться, что же происходит в столице Приморья. Сегодня рассмотрим разнообразные версии. Ну, начнем с Виктора Черепкова. Виктор, добрый вечер. Конечно, хотелось бы узнать вашу версию этих ярких событий. Спасибо. Если во власть идут с большим количеством денег, вбрасываемый, значит, для того, чтобы купить свое место, с огромным административным ресурсом, в том числе информационным ресурсом, то все, кто идет через деньги, они должны эти деньги отработать. Но если идет предприниматель, он обязательно свой ресурс, как предприниматель, и делает эту власть для своего бизнеса. И еще в Государственной Думе, вы помните, был Ищенко от ЛДПР, потом его, значит, вывел Жириновский за то, что он проголосовал против, за импичмент, значит, Борису Николаевичу Ельцину. Он выдвигал свою кандидатуру, советовался со мной для мэра, значит, Волгограда. Я ему говорю, слушай, ну не иди, ты попадешь в тюрьму. Виктор Иванович, я вложил столько и так далее. Ну почему? Потому что если идет предприниматель, то все, что он имеет в административном ресурсе, он будет делать для того, чтобы власть сделать инструментом своего бизнеса. И через год он сел в тюрьму. Но ненадолго. Но он потом лишился всего. И он отсидел какой-то там, ну год или полтора, и вышел по УДО. Все после, значит, выноса тела Черепкова с помощью ОМОНа, а я до сих пор являюсь законным мэром Владивостока, потому что никто меня не снял с 90-х годов, начиная с 98-го года. Вот меня выбрасывали 13 раз, дважды указами президента, и я единственный, кто в России выиграл суд у президента. Он вынужден был отменить, и я вновь стал мэром. Какие были времена интересные? Да, это была коррида. И до сих пор, ну в народе зовут Неваляшкой, в Кремне политическим каскадером, я и в этом возрасте продолжаю вот эти каскадерские. Но не отступаю. Я сказал, до тех пор, пока команду Черепкова не возвратят, все мэры, которые идут с целью своего обогащения, заканчивать будут тюрьмой. И все Копылов, Николаев, Пушкарев, казалось бы, разные люди, и вот у нас как раз и, значит, Копылов, все сели на скамье подсудимых, а из бандитской среди Николаев, вот он, до сих пор в бегах. Правда, он в бегах, а его сестра сегодня, значит, возглавляет там... В заказательном собрании, по-моему. Да, и она же представляет Единую Россию. Я не понимаю, зачем этой партии вот эти вот криминалы, и зачем они их берут, чего не хватает среди Николаев? А вот мы сейчас Бориса Резника спросим, а зачем вам действительно такие люди, которые... Ну, во-первых, во-первых, я не могу... За Пушкарева не отвечаете, за Винни-Пуха не отвечаете. Я не могу не высказать восторга по поводу пассажа Виктора Ивановича, наивность милой, нетронутой души. Он сейчас 1996 года числит мэром Владивостока. Ну, Виктор Иванович, хорошо, здорово, молодец. Я даже в Думе не получал три месяца зарплату, потому что говорили, а как он мэр? Теперь, что касается Игоря Пушкарева, я его давно знаю, он был у нас депутатом. Он в Совете Федерации был, по-моему. Ну, а потом он был в Совете Федерации, но до этого был депутатом Государственной Думы. Нет, он не был. Он не был. Он был пленом Совета Федерации. Он был у нас в Думе. Так, нет, приходил, приходил. Ну, ладно. Значит, спорить не буду, мы здесь в Москве встречались, общались. Это вот извечный и неизбежный конфликт интересов. Я согласен с Виктором Ивановичем, когда человек имеет бизнес крутой и огромный. У него же цементные заводы. У него Восток цемент. То есть это спасские цементные заводы. Это цементные заводы, которые кормят все стройки Дальнего Востока. И даже они отправляли цемент там, так сказать, из рубеж и так далее. Чисто формально он из этого бизнеса вроде как ушел, да, оставил родственникам этот бизнес. И когда получил власть, он получил вместе с властью возможность использовать свой бизнес, вернее, власть для того, чтобы расширять его, приумножать этот бизнес. Чем он и занимался. И чем занимаются сегодня практически все властные деятели, которые имели или имеют свой бизнес, либо опосредованно через родственников. Это вот данность такая. И когда, тоже опять согласен с Виктором Ивановичем, когда люди приходят в Думу из бизнеса, как правило, за редким исключением. Они продолжают работать на свой бизнес. Поэтому должны быть либо политики, либо люди, которые не обременены. Правозащитники. Правозащитники, в первую очередь, которые защищаются. Ну, разные, разные. Почему же? Профессиональные политики. Ну, а конкретно все-таки, вот Виктор Иванович, вот все-таки вы человек Владивостокский. Так что же случилось? Это ссора все-таки с губернатором Миклушевским? Нет. Это выборы, там же были праймарисы? Абсолютно нет. А что же тогда? Более того, когда были выборы в 2013 году, моя была кандидатура, или Пушкарев, или я. И Миклушевский сделал ставку именно на нем, на Пушкареву. Так, ну это сколько времени прошло? Он абсолютно, дело совершенно в другом. Эти люди приходят, и это не заказ Миклушевского, он бы давным-давно ее заказал. Более того, в течение двух лет во все органы, правоохранительные, надзорные, ФСБ, полицию, следственный комитет, прокуратуру, я представлял материалы по Пушкареву. А что он делал? Он какие-то вот эти, сам себе давал фактически подряды, получается? Абсолютно. То есть два его брата, монополисты, всей цементной системы, не только Спаскцемента, но и Дальнего Востока. Увы, все будут ищебеночные заводы. И он все заказы для своих родненьких через эти, вот дороги Владивостока, и все деньги безо всякого конкурса формально передают им или другим, потому что одним и тем же нельзя. Но самое главное, значит, они, самый бросовый цемент, и все, что на саммите было сделано из них цемента, уже рассыпается. И каждый год меняют эти бордюры. И в Москве меняют бордюры, смотрите, что творится-то. Да, закопать вот эти деньги, и каждый год вот в эти бордюры, а не в социальные, значит, программы для населения. Потому что им нужен фронт, и они используют в этом. Почему именно вот местная власть, инструмент, силовые структуры не действуют в отношении их? Со времен еще Ноздратенко и прокурора Василенко, который крышевал всю эту систему, в том числе и бывший руководитель КГБ, ФСБ Кондратов, это была одна система, один спрут, и он остался. И самое главное, вот этих силовиков, эта вся коррупционная система ставит их. И когда они уходят, эти силовики в запас, они идут или же заместителями криминальной системы Даркина, был такой, да, в аренду 12 лет, вот он, наперед, как будто я вот видел это, 12 лет ему в аренду, и все его системы из бандитской системы БАУ был сдан Приморский край. Теперь вроде Миклушевский, интеллектный человек, но это просто, вот, как бы, ширмой. Я не понимаю, а как же тогда Пушкарева, вот если все там схвачено, вдруг приехали, увезли в Москву, и сейчас вот мы с вами сидим здесь в студии, а в это время суд идет о том, чтобы ему злоупотребление, должностными полномочиями, коммерческий подкуп, там то ли до 7, то ли до 10 лет можно, между прочим, человеку накрутить. И даже еще больше, потому что будет еще приставлено, если такая система, а вдруг власть им занялась. Власть занялась не местная, а федеральная, потому что уже некуда, в том числе и материалы, которые я давал туда, нельзя. То есть святые люди, святые люди из Москвы, они все-таки вмешались в это дело. Давайте мы Михаилу Тульскому, который с нами по скайпу, со стороны смотрит, он не Приморский, не Хабаровский, дадим слово политологу. Михаил, добрый вечер. Как вы видите эту ситуацию? Здравствуйте. Ну, я думаю, что все-таки, если посмотреть на биографию того же Пушкарева, то в июне 2001 года Дарькин стал губернатором, а уже после этого в декабре 2001 года Пушкарев впервые становится депутатом ЗАГС Собрания Приморского края, а с июня 2002 он становится вице-спикером Приморского края. То есть явно видно, что Дарькин приходит на пост губернатора, и его какие-то друзья тут же становятся вице-спикерами ЗАГС Собрания. Потом в 2008 году, опять же, при Дарькине, этот же самый Пушкарев становится мэром уже Владивостока, то есть столицы Приморского края. Ну, а дальше Дарькин в 2012 году отправляется в отставку. Понятно, что Миклушевский не мог сразу, допустим, найти нового кандидата за один год. Тем более, вот, может быть, опасался, что если будет выдвинут какой-то третий кандидат против действующего мэра, кандидат от губернатора, который будет против действующего мэра, то в этой ситуации могут быть шансы у того же Черепкова. Как, собственно, мы помним, чем кончилось в 2001 году вот такое выдвижение, когда полпредство было против Ноздратенко, выдвигало Апанасенко, и этот Апанасенко там с треском провалился. Поэтому я думаю, что Миклушевский просто поддержал действующего мэра Дарькинского, чтобы обеспечить, так сказать, стабильность. А теперь уже, когда есть возможность, когда он нашел, может быть, какую-то замену этому Пушкареву, теперь, собственно, Пушкарева и убирают. Вполне нормальная ситуация, так сказать, когда губернатор приходит, и постепенно везде ставят своих людей. Новый губернатор приходит, убирает Дарькинских, ставит своих. А я вот Бориса Резника спрошу, а у вас в Хабаровском крае тоже там все сменилось после того, как ушел губернатор Ишаев, там всех мэров переставили и так далее? Ну, вы знаете, вообще грустная довольно-таки сейчас ситуация. Ну, 9 уголовных дел против высших чиновников краевых. Это уже можно говорить о коррупционности всего правительства, когда министров, вице-премьеров правительства привлекают к уголовной ответственности за коррупционные дела. Причем в их ряду такое совершенно дикое дело, когда выбили миллиард. Я в этом тоже участвовал, писал письма. Миллиард дали для того, чтобы построить более 500 квартир для детей и сирот. На Хабаровский край, да? На Хабаровский край, на один край. 500 квартир, мы бы, в принципе, решали бы задачу. Значит, 119 квартир построили. Построили ужасные квартиры. Я вчера получил письмо, там все сыпется, валится. Значит, они страдали до того, и, так сказать, сейчас эти ребята. И остальные деньги разворвали. То есть это Хабаровское правительство так как-то сумело распорядиться? Они возбудили уголовное дело против бывшего министра по строительству и так далее. Но денег-то нет, понимаете. И власть должна была как-то следить за этим. Это же святые деньги-то. Их нельзя по ветру пускать, как принято у нас нынче. Ну и вице-мэр Хабаровска, уголовное дело. Вице-мэр Комсомольска, уголовное дело. Там по территориям, если посмотреть, полно тоже уголовных дел. И молодцы прокуратура. И краевая, и там дальневосточное представительство генеральной прокуратуры. Они жестко работают. Работают все правоохранители. Нормально сегодня против коррупции. Но власть сама ничего не предпринимает. Откуда они их набирают от таких, понимаете. Приходят только вот садиться в кресло. И буквально через некоторое время воровское какое-то сообщество возникает. Всякие криминальные дела. Так это значит какой-то системный дефект. Если это все повторяется и во Владивостоке, и в Хабаровске. Практически, да. А в чем дело-то тогда? Вот вы же правящую партию представляете. Да не надо. Значит, вам надо что-то менять там в системе. А вы все запретами, запретами. Я об этом, вот сейчас участвовал в этом праймере, навлек на себя гнев правящей верхушки. Потому что я везде, на дебатах, на встречах, обо всем этом говорил открыто. Что воруют? Воруют. Воруют. И я никого не спрашивал, там идти мне на выборы, не идти на выборы. Ну, в результате там колоссальный вброс. Бессовестный совершенно, наглый. Вот. Ну, тем не менее, я могу пойти как независимый кандидат, что, наверное, я и сделаю. Либо там, так сказать, несколько политических партий, которые не очень разнятся с Единой Россией по своим подходам. И они у меня отторжения не вызывают. Вот я сейчас подумаю. То есть, в общем, получилось так, что вы повыступали, поразоблачали вот эти безобразия. Да, я до этого разоблачал. Да, я помню. И теперь у вас там места в списке нет. И партия Единой России вас выдвигать не хочет, получается. Он опасен своей жизненной позицией вот с этими ребятами. Потому что он поднимает и поднимал. Мы хорошо знаем. Мы были независимыми депутатами. Да, это правильно. Потом, я сказал, остаюсь с обманутым народом. А они вошли во фракцию. И это правильно. Надо войти и изнутри делать. Прямо как в КПСС. Войти и улучшить. Я помню, ходили, улучшали. Ничего не получилось. Ну, чтобы мафию уничтожить, надо ее возглавить. Я в мафии не возглавляю. Это очень смешно. Но проникнуть. Иначе со стороны. Но он все равно, как и я, и народное тело в этой системе. Значит, помните Райкина? Он говорил как? Вот то-то, то-то, то-то. И потом говорил. А может быть в консерватории что-то подправить? Вот я за это как раз. Вот так в этой консерватории, в системе отбора этих людей, где заранее заложена система, позволяющая коррупционерам за деньги входить во власть для того, чтобы использовать власть для собственного обогащения. Ну, так это ж Путин все так организовал, правда? Во главе страны Путин, во главе партии премьер-министр Медведев. Вот они эту систему организовали. Иногда самых взорвавшихся жуликов они убирают. Я бы сказал, что это не так. Вы успеете возразить. И я скажу, почему. У нас 4 партии приватизировали Государственную Думу и 25 лет. Вот там бла-бла-бла. И все законы, которые принимают, мы говорим на Единую Россию, на Медведева, на Путина. Но Государственная Дума, у них, когда были одномандатники изгнены, 450 мандатов, которые продаются, вы знаете, самые дешевые, это 3 миллиона. Виктор Иванович, Виктор Иванович. Это так, и вы хорошо знаете. Я 4 раза взрослый, и не надо обобщать. Это вы, Черепков, и так далее. А второе, значит, не надо, наверное, так походить. Это не так. Одну минуточку, послушайте. Не надо походить. Порочить Путина в свой... Путин здесь не причем. Давайте будем фундировать, я порочить Путина. Дело в том, что, смотрите, сколько нынче посадок. Это политическая воля, если хотите. До определенного уровня. До какого уровня? Ну, до уровня... Губернатор, губернатор. Два губернатора. Нет, три. Три губернатора. Значит, всех губернаторов под одну... Когда есть поводы... Лучше систему поменять. Главные дела. Давайте опять со стороны, сейчас Михаила подключим, Тульского. Михаил, что скажете о нынешней путинской системе? Вот за последнее время попали под суд и в тюрьму три губернатора, по-моему, ну и мэров просто бесчетно. Все-таки, что в этом, так сказать, это процесс очищения власти или процесс вычищения тех, кто неправильно колеблется в этой власти? Ну, в первую, то есть и тех, кто неправильно колеблется, а также тех, кто просто, ну, не угоден данному начальнику. Данному, допустим, губернатору не угоден такой-то мэр, даже не потому, что этот мэр там чем-то плохо или хорош, а просто потому, что у губернатора есть, допустим, свой кандидат на это должен. Ну, вот, а Сахалинский губернатор, например. Это примитивный взгляд, господина политолога, я вам хочу сказать. Это не примитивный, а реальный взгляд. Вы перебили. Объясню почему. Правоохранители отнюдь не спрашивают разрешения у губернаторов возбуждать уголовное дело против мэра или не возбуждать. А у кого они спрашивают? Они смотрят, так сказать, если есть состав преступления, тяжелый, настоящий. Потому что по мелочам, ну, так сказать, закрывают глаза на многие, конечно, факты и случаи, а их, если собрать до кучи, очень много бывает. Но бывают точки невозврата, когда уже переступает закон настолько, что не возбудить уголовное дело нельзя, и тогда возбуждают. И сегодня работают оперативные службы. Сегодня, я знаю, под приглядом очень тщательным правоохранителей находятся в том числе, если раньше они были джинны и грины неприкасаемые, эти губернаторы и мэры, то сегодня про каждого мэра, про каждого губернатора много чего известно. Хорошо, Михаил, может вы продолжите тогда, а то вам возражали? Ну, я думаю, что смешно-то как раз то, что говорит Борис Ресник, что якобы у нас правоохранители действуют только по составу преступления, а без оглядки на власти. Как раз правоохранитель действует именно по приказу властей, губернаторов, администрации президента и так далее. Так что это как раз вот такой тезис абсолютно смешной, что у нас якобы-то правоохранители такие независимые. Это абсолютно абсурд. Правоохранители шагу не шагнут, если нет разрешения и нет приказа. Ну, в общем, номенклатура, наверное, действительно существует. Я думаю, что, который, ну, все-таки за последнее время вот этот список людей прикасаемых, мне кажется, все-таки расширился. Как, Виктор Иванович, у вас ощущения? Конечно, конечно, он расширился. Потому что сегодняшняя федеральная власть, ну, ни в коем случае не Дума, а именно федеральная исполнительная власть в лице не премьера, а самого Путина, там хватает проблем, за что поругать и президента, и, значит, особенно правительства, которую нужно переименовать и написать, значит, там не правительство, значит, Российской Федерации, а правительство по созданию проблем в Российской Федерации. Так, так, так. Ну, а что хорошее Путин-то делает? Значит, я иногда говорил, лучше, во внутренней политике я не вижу, чтобы было много хорошего. Еще во внешней, там что-то действует, другой разговор. То делаете или не то, но какие-то действия есть. Самое страшное, что внутри всей этой формировании вертикали исполнительной власти и даже депутатского корпуса сама система именно позволяет или заранее известным бандитам, или толстосумам приходить в эту реальную власть. А потом их сажают. Вот как сейчас? Значит, из тысячи, которых нас надо посадить, всего лишь 2% у нас идет для устрашения всех остальных. И они кормят местных силовиков, чтобы они дружили. Вы мне назовите, какие местные силовики в Хабаровске, на Сахалине, на Сахалине или же в Приморье арестовали мэра, заместителей, еще кого-то. А сейчас из Москвы приехали за Пушкарево. Только из Москвы. Потому что вся система правоохранительная там, работают вместе с теми и кормят тех, кто у руля. Вот Борис Львович возражает. Абсолютно так. Ну, Виктор Иванович, Москва, Москва, быть может, в последний момент осуществляет процессуальные действия арестом, повезли на допросы в Москву и так далее. Всю оперативно-разыскную работу ведут местные сыщики. Абсолютно не так. Это абсолютно так. Я, слава Богу, занимаюсь. Абсолютно. Вот зачем за мэром Владивостока, подождите, зачем за мэром Владивостока и за начальником какого-то предприятия дороги Владивостока присылать московских силовиков и ввести его в Москву в Османный суд? Ну, вы знаете, могу ответить. Все не приходили. Могу ответить. Есть, так сказать, определенный уровень, когда решения принимаются на федеральном уровне. Ну, вот видите, вы сами подтвердили. Ну, и что я подтвердил? А зачем тогда региональные, это огромная машина, которым решует местный коррупционер? Она ведет предварительную работу, ведет. Они ведут предварительную работу, чтобы сообщить этим коррупционерам. Я вам расскажу об этом случае по детям-сиротам. Значит, обратилась ко мне женщина-подрядчик, которая возводила эти домашние, рассчитались, и она рассказала эту историю. Что я сделал? Я направил не в московскую прокуратуру, а направил в прокуратуру Хабаровского края, Коплынову Виталию Николаевичу, нашему прокурору. Он разобрался в этом деле, возбудил уголовное дело, возбудил уголовное дело, и сегодня, значит, под судом находится министр. Ну, хорошо, значит, прокурор нашелся правильно. Да, и что теперь? Вот как было на самом деле? Я аплодирую, но это сделал депутат Государственной Думы, который четыре созыва, и ему некуда деваться. А до вашего запроса и письма? Он что, не видел, что творится так? Это риторический вопрос. Давайте мы продолжим наш разговор. Я хочу вернуться отчасти все-таки к проблемам Приморского края, потому что предыдущий момент, когда мы много говорили о вашем Приморье, Виктор Иванович, это был саммит АТЭС, огромные деньги, которые были потрачены на Владивосток, на мосты, на дороги и так далее. И вот теперь хочется понять, что осталось, что сделано, что сделано, кстати, и мэром. Ну и вообще, там были, кстати, уголовные дела тоже по Минрегиону. И продолжают. Да, вот я попросил Наталью Зубаревич, известного российского географа, на эту тему со мной поговорить. Она, к сожалению, в прямой эфир не смогла выйти. Ну вот, давайте мы ее послушаем немножко. Наталья Васильевна, какие суммы получал Приморский Край из федерального бюджета на саммит АТЭС и каково финансирование этого региона сейчас? Доходы конфлидированного бюджета Крайя чуть больше 100 миллиардов рублей, не бог весть что. До 2009 года они были меньше, но с 2009 года началось достаточно крупное перечисление дополнительных средств именно на саммит. Я посмотрела по годам. В 2009 году это 20 миллиардов на федеральную целевую программу и два последующих года 18-15 миллиардов на так называемые субсидии на капитальное строительство. Но после никаких особенных дополнительных трансфертов не было. И бюджет Крайя держится где-то на уровне 95-108 миллиардов в последние 3-4 года. Но добавка вот за 3 года была существенная. Но опять же, все расходы на саммит намного больше. По факту Крайя получил дополнительно, если сложить 3 года, 9-10-11, потому что в 2012 уже мало добавляли. Ну хорошо, получается где-то 50 миллиардов, ну 55, а все расходы были свыше 600. Сейчас вот все-таки можно ли сказать, кто оказался выигрыша от этого финансирования? Дал ли этот проект какие-то возможности для ускоренного развития и Крайя, и Владивостока, превращения его в какой-то такой инновационный научный центр? Инфраструктура, конечно, улучшилась, без сомнений. Аэропорт, несколько очень грамотных мостов и дорог, за исключением того, на что ушло больше всего денег. Почти половина суммы ушла на мост на остров Русский, и обустройство там, с обустройством будет еще больше. Вот это была абсолютно неправильная трата, потому что понты и пальцы веером, все можно было сделать дешевле. А то, что развязки в городе, то, что прямой выход на аэропорт, это все очень по делу. Но одна только инфраструктура не обеспечивает опережающего развития, и в стране должно что-то происходить. Поэтому условия необходимые, но вряд ли достаточные. Можно ли сказать, что сейчас вот в Крыму шли федеральные деньги, суммы сравнимые вот с этими госинвестициями, которые шли во Владивосток, или туда уходит больше? Нет-нет-нет, давайте разберемся. То, что я вам назвала, это только дополнительные субсидии и трансферты в целом, вот на эти три года перед саммитом ОТЭС. Основная часть денег шла по федеральным каналам. Нашим основным распределителем был Минрегион. Поэтому, собственно, через бюджет края, я подчеркиваю, через бюджет, прошло вот примерно столько, сколько я вам назвала дополнительно, 50-55 миллиардов. Теперь по Крыму. Мост ежегодно стоит финансированием 50 миллиардов рублей, но он тоже не идет через бюджет Крыма и республики, или Севастополь. Он идет по федеральным каналам. А сама как бы вот система через бюджет финансирования какого-то инвестиционного, она крайне мала. 10 миллиардов федералы подкидывали на то, чтобы Крым расплачивался за электроэнергию с Украиной, пока там не начались все эти события. Если взять все расходы национальную экономику, бюджеты Крыма и Севастополя вместе, то ну да, это где-то 28-29% всех расходов. Вы скажете, хорошо, половина того, что там сидит, это вот тот трансферт на выплату импортируемой с Украины электроэнергии. Нет там никакого-то большого строительства дорог. Оно идет через дорожные фонды, но это как бы не сказать, чтобы что-то очень существенное и по финансированию, и по масштабу. Давайте разделять. Вот то, что через бюджет, это одно, то, что федеральное, это другое. Но Крым будет недешево, это понятно, там трансферты идут по трем каналам, бюджетные и через мне бюджетные фонды, и немалые трансферты через пенсионный фонд, там огромное количество пенсионеров. Скажите, а зачем нужно было закрывать, например, строительство моста через Лену в Якутске, вот в связи, например, с крымским... Денег не хватило, но федеральные вообще-то расходы на национальную экономику в федеральном бюджете в 2015 году сократились на 24%. Подгребли, что могли, потому что денег нет, 2 триллиона дефицит. Как, почему? Потому что нет денег. Скажите, а на Дальний Восток сокращения больше, чем в целом по стране или такие же? Вы имеете в виду трансферты? Совершенно верно. Ну, они по годам относительно стабильные, ничего сверхъестественного не происходит. Это, в общем, средние или высоко дотационные регионы, ну, за исключением Приморского и Хабаровского. Краев у них умеренный уровень дотационности. Всем остальным повышает. Ну, могу вам сказать, что хорошо повысили Чукотки в 2015 году. Очень хорошо. Почему, не могу сказать, в лоббистских встречах не замешано, со свечкой не стояло? Не знаю. Но прибавили очень хорошо. Скажите, на Дальнем Востоке, на ваш взгляд, уровень коррупции в целом выше, чем по стране, или такой же? Смотря где, смотря в чем. В рыбной отрасли и в тех структурах, которые крышуют рыбную отрасль, он, конечно, могучий. А крышуют там и силовики тоже. В остальном, ну, я думаю, как во всей стране. А на ваш взгляд, мэру Владивостока за что досталось сейчас? Ну, это же понятно. Саша Кынев блестяще все объяснил, и я с ним полностью согласна. Это политические разборки. Любого мэра можно взять за жабры. Потому что невозможно тратить деньги, не нарушая российский закон. А если еще и реально там были стандартные для российских городов и регионов связки между первыми лицами, членами их команды и бизнесом, родственным, дружеским. Это стандарт в России. То можно брать каждого первого. Но берут тогда, когда к этому выпадает политический повод. А повод известен выборы, в которых они не очень сошлись и не очень дружны. Ну, а по этому поводу можно применить административный и силовой ресурс. Все так понятно, что даже скучно обсуждать. Но нам не скучно обсуждать. Это была Наталья Зубаревич. Я к Виктору Черепкову тогда обращаюсь. Ну что ж, золотой дождь пролился на ваш любимый Владивосток. Красивые мосты. Я вас поздравляю. Теперь пришли трудные времена. Ну и как живется Дальнему Востоку? А теперь, когда это золотая жила и сверх вливание кончились, и мы должны какую-то отдачу получить, мы только получаем минус. Есть такое понятие, как управленческая эффективность. Вот и в экономике тоже. Если мы вливаем миллион, то от этого миллиона мы должны получить хотя бы миллион сто. Это в бизнесе? Да. А это же не бизнес? Это бизнес. Это экономический бизнес. И мы вливаем в конкретный проект. А получают конкретные люди в свой карман? В откатах. В откатах. У них с каждого миллиарда минимум 200 миллионов должно быть попилено между теми заказчиками и теми, кто крышует и распределяет этот заказ. Вы посмотрите, 760 миллиардов в три моста и развязки только этих линий. Спрашивается, даже вот для того, чтобы сделать набережную, которой хватает у нас, в том числе на том месте, где был 178-й завод, там набережная, центральная, ее только они расширили всего на 150 метров, но они снесли 178-й судоремонтный завод подчистую и сделали мраморную набережную. Это что? Это красота, людям нравится, наверное. Кому? У нас этих набережных полно. Да вот в Москве, смотрите, как шуруют. По половину улиц перекопали, тоже закапывают землю. Их карманы раскладывают. И это там, и в Владивостоке Пушкарев, поскольку Спаск цемент, я говорю, там каждый год меняют бордюры и как раз поставляют его заводы и предприятия, а там монополизирована вся цементная система, эти бордюры рассыпаются. Но, что в этой системе? Из 760 миллиардов 20% минимум ушло на вот эти откаты в ту власть, которую выделяют. Низководный мост через залив и аэропорт сократили всего лишь только на 12 минут скорость попаданий в этот аэропорт. Старый аэропорт, который обеспечивал, и обеспечивал бы еще лет 40, его снесли и в другом месте сделали. Виктор Иванович, не могу согласиться. Виктор Иванович умел строиться экономично, когда был мэром. Извините, в старый аэропорт мы добирались по пробкам по полтора часа. Никаких пробок, потому что та дорога вполне справлялась. Сегодня... Аэропорт был хилый, недостойный такого города. А я думал, вы как кабаровец будете завидовать. Он 4 года, замечательный аэропорт, а цена билетов сегодня, вы знаете сколько? Знаю. Во Францию, в Америку в два раза дешевле по их системам, чем с Владивостока. Чем с Владивостока. Это еще транс-аэро, мы здесь разговаривали, еще как-то конкурировали. Сегодня в три раза. Виктор Иванович, ну будьте как бы объективны. Хорошо, дадим. Объективно, объективно, я вам рассказываю. Приморье? Я знаю, что это мафия. Мы добились, в том числе Государственная Дума. Ну, вы рассказываете, чем мы добились. Мы, так сказать, с 9-го года добились, что... Чего? Ну, рассказываю вам. Пожалуйста, дайте, дайте, дайте. Рассказываю. С 1909 года был принят закон. О перевозках с Дальнего Востока, о льготных тарифах, тарифах на перевозку. Правда, не на всех распространяется. Это пенсионеры, это молодежь до 23 лет, это инвалиды. Но перевезли уже более 3 миллионов человек. А сейчас это все отменено? Это не отменено. Ну, ладно вам, но, Виктор Иванович, ну вы загляните, ничего никто не отменял, никто это. Ну, это совершенно. Я же откуда. Но Трансайра не летает, летают другие компании, это не отменено. Вы знаете, что сначала едут с Владивостока поездом в Хабаровск, а потом по билетам с Хабаровска мы получаем на 40% дешевле. Это я не знаю. Вот видите, даже вы не можете договориться, но я хочу все-таки спросить, знаете, ну а вот смотрите, сколько этих системных сбоев и сколько было разговоров о всяких программах развития Дальнего Востока. И Ишаев развивал, и это министерство теперь при новом министре что-то такое пишет. Ну и где все это? Народ-то оттуда уезжает. Я расскажу, где это. Давайте, дадим. Да. Действительно, у нас были совершенно фантастические, настоящие, амбициозные проекты. Огромное количество этих проектов. Была принята программа развития Дальнего Востока и Забайкалья. Мы определяли ее стоимость где-то в 9,3 триллиона рублей до 1925 года. Затем обрушение, кризис, санкции, то, сё, пятое, десятое. Своими руками, своими руками. Да, сократили. Все это дело сократили. Сегодня, к сожалению, к великому, на эту программу реально выделено где-то 500 миллиардов. 500 миллиардов. Ну, неплохие на самом деле деньги, если учесть, что раньше мы еще подобного не получали. Но вот эти проекты, они не самые плохие, если их по уму и по науке делать, то сэры. Так разворуют же. Ускаревы разворуют. И Винни-Пухи, и другие, о которых вы рассказывали. Надо все делать для того, чтобы не разворовывали. А что мы делаем, чтобы не разворовывали? Я 8 лет в Государственной Думе и законы не работают. Что это за терми? Почему мы принимаем законы, которые не работают? Главные виновники это депутаты Государственной Думы, которые приватизировали саму Думу и в первую очередь четыре правящих партии. Они в стороне. Они говорят о том, 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 том. И принимают законы, которые обеспечивают их вечную живучесть. Виктор Иванович, я чувствую, что вы баллотироваться будете. Да. Точно совершенно. И не надо одной из четырех партий. Да. Ни одна партия не должна пройти, потому что они первые виноваты в развале. И за 25 лет свое там пребывание, назовите какой закон любая партия приняла, чтобы они работали в интересах народа. Ой, ну были кое-какие законы, которые не вредили. Но последнее время сплошное вредительство. Ну рассказываю. Ну и что дальше? На одну минуточку. Самый крутой. На одну. А то у нас Тульский сидит. Если вы помните законы, напоминаю, закон, который запрещает чиновникам вывозить капиталы из страны. Раз. И вы знаете, если бюджет и выходит. Одну минутку. Законы, которые запрещают чиновникам иметь недвижимость за границей. И они все имеют. Ну подождите. В том числе депутаты. За это наказание следует. Ну. Оформлено наказание, когда все вписано, все имущество на. И наконец закон, который заставляет ежедневно миллион доходов. Рассказываю. Закон. Как это? Ну подождите. Ну Виктор. А Пушкарева братья. Значит Виктор Иванович. Все эти фигуры виски. Закон, который заставляет декларировать не только доходы, но и расходы. Вы мне назовите закон. Вот эти законы работают сегодня. Вы назовите закон. Я вам назову закон, пожалуйста. С 1 июня раздают землю на Дальнем Востоке. Вот сейчас дальневосточникам будут давать по гектару. Сейчас отдельные районы выделили. Потом будут выдавать, по-моему, с февраля, если я не ошибаюсь, любому гражданину России, там где-то в лесу будут давать гектар земли. Но разве плохой закон? Даже Навальный не ругает. Говорит, ну пусть будет закон о гомстедах. Вам не нравится? Закон прекрасный. Но кто его исполняет? Даже землю, которую выделяют на кладбище, мертвым. И то мы видели вот эти разборки здесь, в Москве. Как все это распределяется? Но еще два дня только. Борис Львович, хорошо, давайте поагетируйте за ваш закон. Сама идея, она неплохая. Очень даже у страны есть, так сказать, лишние земли. Они не сидят, как скупой рыцарь на этом мешке, раздают бесплатно землю гражданам. Уже на сегодняшний день, в первый день, вернее, было подано 200 заявок. Что у меня вызывает? Я смотрел перед эфиром, было 500 заявок. Ну, уже 500, видите, а я утром сегодня смотрел. Значит, процесс идет. Идет, но я прочитал у Навального, они попытались взять землю, их члены партии. Не получается, не работает система. Можно о своем отношении к этому делу? Давайте, расскажите. Значит, подо что берут эту землю? Можно пасеку поставить где-то близ, недалеко от леса, липовые рощи есть и там все остальное. Можно, если 5-6 человек в семье, взять 5-6 гектаров этой земли, да, и пастбище, пожалуйста, крупный рогатый скот, мелкую живность иметь можно. А можно китайцам в аренду передать? Нет, это нельзя делать по закону. Ну, что меня, так сказать, пугает? Надо, чтобы на себя власть взяла заботу о создании там инфраструктуры. А чего ж в закон-то это не записали? Надо было записать. Земля, инфраструктура. Вот у Яблока есть программа, там, земля, дороги и так далее. Ну, дело в том, что в законе-то есть. В законе об этом... Ничего там нет. Ну, как нет? Ну, Виктор Иванович, ну, вы читали закон. Конечно. Значит, власть должна обеспечить, так сказать, там, создание инфраструктуры. А если она не обеспечивает, что мы делаем? Вот Пушкарев свою инфраструктуру полностью обеспечил. Вы мне назовите, какая программа была обеспечивала... Ну, если... Нету механизма. Ну, одну минуту, Виктор Иванович. Там прозрачности нет. Там, во-первых, земли на самом деле на Дальнем Востоке это не плодородные земли. Их надо приводить в порядок. Кислые земли, супости, там, значит, кислые... Кислые, кислые, кислые почвы, извисковать их надо. Человеку самому это не под силу. Поэтому ему надо оказывать помощь. Будут ли оказывать... А как их на пять лет эти земли дают? Надо за пять лет что-то с этой землей сделать. Что-то с этой землей сделать, да. Ну, так, значит, без кредитов не получится, без помощи государства не получится. Ну, я не знаю. Меня тревожит то, что я там увидел, вот сейчас прочитал. Абсолютно непрозрачная процедура. Будут лакомые куски, которые будут втихую забирать, так сказать, чиновники. Ну, в принципе... Люди будут вот сейчас заходить на сайт Росреестра, пытаться эту землю взять, а он все время валится, падает, не работает. Это мы все видим. Я спрошу сейчас Михаила, он долго там молчал, Михаил Тульский. Михаил, а как вы смотрите на эту раздачу земли на Дальнем Востоке? Это, может, предвыборная какая-то акция? Ну, это, конечно, однозначно предвыборная пиаровская акция. И вообще, собственно, никакого значения она не имеет, и ничего от этого не изменится. Важно другое. Во-первых, вот говорили о прикасаемых, неприкасаемых. Очевидно, что за все, так сказать, можно сказать, за все последние десятилетия ни против одного, например, федерального министра не было возбуждено уголовного дела против действующего министра. Ни против одного действующего губернатора не было возбуждено уголовное дело. Все, которые вы три губернатора вспоминали, это бывший губернатор. Ни одного действующего никто не трогает. Сахалинский был бывший, но не был действующий. Ну, может быть, один-единственный Сахалинский, да. До этого 20 лет... Сначала сняли, потом арестовали. Нет, не снимали его. Сразу же. Сначала указ, потом арест. Да, Миша, ну продолжайте. Один-единственный может быть Сахалинский. Но за 20 лет вот единственный Сахалинский фактически... И то мы понимаем, что в Сахалине там просто конфликт, так сказать, Газпрома с Роснефтью. И поэтому вот губернатор был ближе к одной из путинских монополий, и его сожрала другая путинская монополия. Дальше нет ни одного уголовного дела против высокопоставленного чиновника администрации президента России. Но были же уголовные дела против высокопоставленных чиновников. Администрации президента России не было. Фамилия. Фамилия кого? Нет, нет. Ну, я, думаю, должен помнить... Сашек не было. Против рядовых каких-то были, а против высокопоставленных, там, глав управления администрации президента, ни одного уголовного дела я не помню. Ну, вот видите, значит, система остается такой же, как и была. Так вот, дальше, почему нет денег? Потому что все деньги ушли на военные расходы. Сейчас у нас 4 триллиона в год военных расходов. Это практически в 4 раза больше, чем было 5 лет назад еще. Путин ведет войну. И в Украине каждый день прилетает там 100-200 путинских мин ежедневно. И десятки из минометов. И десятки гранат из гранатометов прилетают ежедневно в Украине. Путин продолжает войну в Сирии, которую он начал не в 15-м году, а еще в 11-м году. Путинские самолеты летали и бомбили Сирию, превращали ее в руины. И поэтому столько беженцев теперь, в том числе и в Европе. Путин ведет войну в Йемене. Эту войну тоже организовал Путин точно так же. Пусть он ее ведет точно так же тайно, как в Украине. И точно так же, как он тайно вел с 11-го по 15-й год в Сирии. Но это те же путинские военные организуют эти войны. Вот на это она все ведет, эти 4 триллиона. Кроме этого, еще так называемая торговля оружием, которая не торговля, а бесплатно раздаются всяким странным дауном российское оружие. Это порядка триллиона бесплатно в кредит, так называемый. Кредиты дают ВТБ, ВЭБ и так далее, которые постоянно потом оказываются в убытках и просят докапитализацию. То есть 4 миллиарда военных расходов, 4 триллиона военных расходов, еще триллион на так называемую торговлю оружием, на самом деле, на раздачу российского оружия бесплатно. И еще триллион примерно в год уходит на финансирование примерно 200 различных фашистских, коммунистических, сепаратических, исламистских партий и движений по всему миру. То есть всех подрывных, всех деструктивных сил по всему миру. В общем, Михаил нам нарисовал картину жуткую, которую вот ничего мы не сделаем с этим. Господин Тульский, вообще он политолог, но такой верхогляд, извиняюсь. Ну, не переходите на личности, а возражайте по сути. Вы же голосуете за эти бюджеты, за эту войну, за аннексию Крыма. Да, объясняю. За санкции голосуете. Не было уголовных дел против министров. Я работаю с первого дня пребывания в Думе в Национальном антикоррупционном комитете. Была у нас комиссия по борьбе с коррупцией, которую возглавлял Ковалев Николай Дмитриевич. Значит, вот уголовные дела по министрам. Только на букву А называю. Артюхов, Аксененко. Никто не был осужден. Одну минуточку. Как никто? Адамов. Адамов был осужден. И выпущен. Ну, выпущен, но тем не менее были уголовные дела. Как Васильева. Вавилов уголовное дело было. Прекрасно себя чувствует. Франк, министр. Могу загибать пальцы. Да ничем. И можно, конечно, все, что происходит в мире, валить на нашего президента Владимира Владимировича Путина. Наверное, не он развязывал эти войны в Сирии. И Крым не он захватывал. Ну, знаете, так сказать. И вы не голосовали за аннексию Крыма. Ну, давайте мы не будем хотя бы вот так вот передергивать. Ну, давайте так. Трудно бы в таких обстоятельствах. Трудно жить в таких обстоятельствах. Разговор о Дальнем Востоке. Давайте вернемся все-таки к теме Дальнего Востока еще ненадолго. Я хотел бы, чтобы прозвучал голос госпожи Зубаревич по поводу все-таки этого самого предвыборного гектара. Что она об этом думает? Пожалуйста, дайте нам. Власть решила выдавать гектары на Дальнем Востоке. Сначала дальневосточникам в отдельных районах, потом по всей территории. А затем и любой гражданин России может запросить себе гектар. Что это даст российскому народу? Ну, про народ, я, знаете, неуполномоченно говорить. За дальневосточников я рада. За тех, кому хотелось, тот получит. И это хорошая новость. Потому что если людям хочется взять землю и что-то на ней делать, это гораздо лучше, чем сидеть на кухне, материться и пить воду. Ну, согласись. А вот затевалась-то вся эта история вовсе не для того, чтобы раздать эту землю именно дальневосточникам. Идея была простая, как, ну, не знаю, как топор. Да, притащить на Дальний Восток россиян из других регионов. Но давайте доживем до февраля и посмотрим, как эта шикарная идея будет реализовываться. Ровно перпендикулярная тому, что реально происходит. Потому что Дальний Восток в миграционном обмене продолжает терять население. Конечно, не так страшно, как в 90-е, но знак минус – это все регионы Дальнего Востока. Больше, поменьше. Поэтому посмотрим. Я с интересом буду наблюдать еще один урок, который жизнь даст нашим властям. Ну, что ж теперь делать? Наступать на грабли национальный спор. Виктор Иванович, ну так что, будем жить плохо, а и Дальний Восток будет жить еще хуже? Да. Вздумайтесь. 760 миллиардов только федеральная программа, не считая через бюджет, 50 миллиардов нам уже озвучивали, и еще часть регионального или местного бюджета. Это почти триллион. И куда они закопаны? Из этого триллиона приблизительно 300 миллиардов ищут, куда они ушли. И идут уголовные дела. Это первые. Но 760 миллиардов, мосты в никуда, особенно на русский остров, и кампус при ситуации, когда у нас все университеты были недокомплектованы студентами на 40%. Теперь они на острове сделали этот кампус для каких-то там фанфар и встреч. И все университеты, которые сто лет формировались и все на месте, закрывают и распродают эти помещения. И студенты, там же на тысяч, на 100 тысяч студентов. Где их взять в Приморье? Где? В общем, что-то там не удалось. Все там удалось, это кормушка. Но самое главное... Давайте мы Борису Резнику тоже дадим сказать. Так что, хуже будем жить? У нас еще есть время. Одну минуточку. Вы знаете, мне приходится, я очень с большим уважением к Виктору Ивановичу отношусь, при всем, при том, с чем я могу согласиться. Действительно, мост затратный. Очень даже по одной простой причине. Он рассчитан на 5 тысяч машин в час. Значит, там за сутки 5 тысяч машин не ходят, потому что... Кампус, это дело хорошее. Там проходят международные всевозможные форумы на этом острове Русском. То, что разворовывали серьезный процент денег, когда возводили все это в объекты саммита, и до, и после, и практически это процесс постоянный, это правда. Одного замминистра посадили. Да, ну, посадили, да. Зама, а министр губернатором работает теперь. Кого посадили, возбудили уголовные дела. Но, при всем при том, при всем при том, если посмотреть на Владивосток, Виктор Иванович, объективным, незамыленным глазом, вот, все-таки, то, что было при нас с вами в старые времена, да, до 90-е годы, и то, что сейчас это небо и земля. А цена не смущает? Город преобразился. Преобразился Хабаровск. Деньги большие. Выделяли и выделяют. И, конечно, надо делать все возможное, чтобы они рационально использовались, не воровали. Потому что вот самая большая беда, бич, не только Дальнего Востока, а всей страны воруют. Воруют в огромном количестве, воруют безнаказанно в основном. И никаких преград настоящих, вот, плотин таких, да, из народного контроля, из общественного мнения, из профессионализма силовиков, не существует практически. Это разовые какие-то, вот, так сказать, удачи, чего-то кого-то разоблачили, посадили. Но, если не будет абсолютно неотвратимой, неотвратимых наказаний за воровство, украл, садись, сиди. Вот. Мы не победим эту коррупцию. Ну, так вот, система такая, что коррупция не победима. Надо систему эту ломать. Я предложил два законопроекта, которые не были приняты в свое время. Я считаю, что они очень серьезные в борьбе с коррупцией. Это первое, очень простой закон, ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. То есть, вы вместе с Навальным здесь? Ну, а при чем здесь? Я Навальный. Я до Навального. А он подписи собирал в Государственную Думу под петиции как раз за это. Да. А Дума за это не выступила, и власть за это не выступила. И второй законопроект, который мы вносили вместе с Юрой Щекочихиным еще и с другими коллегами, это о преодолении коррупции на верхних уровнях власти, на высших уровнях власти. Это вот то, о чем господин Политова говорит. И почему они до сих пор не приняты? И механизм их неотвратимого действия не принят, и никогда не будет принят. Потому что половина в Государственной Думе надо уже сегодня пересажать. Ну, как вы рассчитали, что именно половину, не две трети, не одну треть, а половину надо пересажать? Может, Виктор Иванович хочет всех, но решил половину помиловать? Миллиардеров, вы во второй половине, которую сажать не надо. Но таких единиц. А теперь при всем... Виктор Иванович, ответственность за слово выше слов. Поэтому, когда вы называете цифры, проценты и так далее... Я даже по фамилиям вам скажу, кого пересажать, и вы прекрасно знаете. Не надо, не подводите нас. Вы знаете, у нас осталась важная необходимость. Мы должны дать... Полг минуты. Мы вам дадим еще высказаться. Мы должны дать в эфир опрос. Мы решили узнать у москвичей, что они знают, собственно, о Дальнем Востоке. Мы же все-таки от Дальнего Востока отталкиваемся. Хотя, конечно, о системе все время говорим, о российской. И спросили их, собственно, почему народ-то бежит с Дальнего Востока, и что с этим делать. О чем я их... Почему люди уезжают с Дальнего Востока, а вот Китай рядом быстро развивается? Просто вся цивилизация здесь, в Москве, поэтому уезжает на войну. Ну, это естественные процессы. СССР был выстроен на совершенно определенную модель, которая, хотя и имела свои минусы, тянула людей на Дальний Восток за большими деньгами, за надбавками, за жильем, за скорейшим решением каких-то бытовых вопросов. Когда это все в 90-е грохнулось, естественно, что люди поехали назад. Это, грубо говоря, обычная рыночная экономика. Возможно, условия жизни плохие. Обеспечение продуктами, я не знаю, что маленькие зарплаты. Те, кто с Дальнего Востока приезжают сюда, приезжают сюда все за тем, чтобы заработать. А в Дальнем Востоке и вокруг нигде ничего не зарабатывают. Зарабатывают только здесь все деньги. А китайцы готовы работать за те деньги, что им платят где угодно. Может, суровый климат, не знаю. Может, здесь, как-то, им кажется, лучше жить, чем там. Потому что в Китае большое население, соответственно, ему надо куда-то и удевать. Поэтому Китай растет. А на Дальнем Востоке определенный уровень жизни, и если он людей не устраивает, они уезжают. Зря уезжают. Надо брать гектары и жить там. Если вам гектары дать на Дальнем Востоке, вы поедете? Нет. Почему нет? А потому что я с юга, я не смогу там жить. Это слишком суровый климат для меня. За гектаром? Ну, при определенных условиях, да, возможно, бы поеду. Нет. Потому что моя средняя зона, моя зона не Дальний Восток. Нет, не поеду, наверное, все-таки. Я тот человек, который будет добиваться своих 16 метров, как шариков, у себя на родине. Ну вот, это опрос москвичей. И я хочу спросить в заключение наших гостей. Виктор Иванович, может быть, проблема все-таки не только в коррупции, не только в вороватых людях, но и в том, что Россия перестала быть в федерации. В том, что все деньги стянулись в Москву, в федеральный центр. Вот господин Резник вместе с администрацией президента эти деньги перераспределяет в Государственные думы. А так-то, там-то, оттуда все уходит, уходит, уходит. И люди уходят. Вы попали в точку. И когда убирали Ноздратенко, то его убирали лишь только потому, что его система воровала, но эти деньги оставались в регионах. И когда меня спрашивали, я говорю, Ноздратенко когда был, он более полезен был для Приморья. Почему? Потому что они воровали, но все же вкладывали там. И его убрали не за то, что где-то там заморозили, а не стариков в районе. Это еще раньше можно было сделать. А потому что он не давал все это москвичам приватизировать. Сегодня, когда только его убрали, меня убрали, сразу же с помощью администрации президента, именно администрации, тогда был Волошин, 16 стратегических объектов, в том числе Порт Восточный, был, что все москвичи, и даже застрелен был руководитель Порта Восточный, сегодня вся промышленность оставшаяся там, в том числе и мясо молочное, она в руках москвичей. Потому что деньги там и разорили. Вот почему в Приморге самые дорогие цены, дороже, чем в Москве, и хлеб, и, как ни странно, рыба в полтора, и низкий сорт, потому что все по-первых идет за границей, а что не берут, остается там. И мы должны, я должен возразить уважаемую своего коллеги, как человек я уважаю, за это время, берем Владивосток, при мне почти был миллион населения, сегодня 615 тысяч, они что, идиоты уезжают? И не старушки-старики, если в советское время уезжали пенсионеры военные в Прибалтику и, значит, в Европу и на Украину, чтобы там иметь свои какие-то дальнейшие хорошие условия, то сегодня выехали бизнесмены, потому что 20 лет бандиты передел. Ни одного действующего завода нету сегодня. Все это торговые центры. Работы нету ни у молодежи, ни у кого. Одни мосты и коррупционные переделы власти и вот эти уголовные дела. Борис Львович, ну что, что вы скажете? Ну, действительно, люди едут, цифры плохие. Надо, конечно, чрезвычайно принимать меры для закрепления дальневосточников на наших территориях. Закрепостить, что ли? Как это? Не надо закрепостить. Душ подвести? Надо создавать условия. Кто может поехать? Могут поехать молодые, если там будет возможность быстро получить нормальную, хорошую квартиру за не такие бешеные деньги, как сегодня, почти московские цены, да? Чтобы была ипотека с маленьким процентом. Значит, это первое. Второе, чтобы там были нормальные здравоохранения, образования. Ты можешь налоги вернуть туда, а не через Москву гонять деньги. И, наверное, должны быть налоговые, преференции налоговые серьезные. То есть, это особый район России, без которого, в принципе, России не быть, потому что вся сырьевая база находится за Уралом. В 85 процентов. Если сегодня люди оттуда будут уезжать, а у нас сегодня на европейской части страны живет на территории 3 миллиона квадратных километров, живет 120 миллионов человек, и 20 с небольшим миллионов живут за Уралом. Это на 15 миллионах квадратных километров. А рядом Китай. Ну, Китай. Китай, значит, все это досужие, что Китай там захватывает территорию. Демографическое давление, оно есть. Есть оно давление, и давление есть. Но надо, я говорю, что относиться к Дальнему Востоку, начали так относиться, денег не хватило. И надо возрождать сегодня. Если нет денег, надо их по уму и по науке тратить, по-настоящему, понимаете? Но самое необходимое. Дайте Михаилу Тульскому тоже сказать на прощание, что там так и будет. Каждый год какая-нибудь программа объявляться, приниматься. Каждый год будут говорить, что надо бы заняться этим Дальним Востоком, Сибирью и так далее. Ну, а все останется так, как есть. Ну, во-первых, из того, что сказано, я, например, категорически противник там всех сажать, я считаю, что за экономические преступления должны быть исключительно штрафы, пусть это штрафы будут миллионные и миллиардные, но от этого будет пополняться бюджет. От ваших посадок ничего не только не будет пополняться, а наоборот, что лишние расходы будут. Конфисковывать, конфисковывать. И бюджет будет пополняться. Согласились. Насчет конфискации тоже вопрос, потому что потом это конфискованное продадут там в 100 раз дешевле, и тоже бюджет получит фиг с маслом. Так что именно денежные штрафы. Второе. Совершенным бредом я считаю вот это вот безумие, что надо обязательно людей из всех загнать на Дальний Восток. Нет там населения, и не нужно оно, это население. В США на Аляске живет 700 тысяч всего человек, и никто с ума не сходит, что от этого там Аляска потеряется. Посмотрите, например, на Канаду и США. В Канаде 25 миллионов населения, в США 320, 330 уже миллионов. Люди живут в южной части, там, где нормально, по-человечески удобно жить. И не нужно людей загонять в какие-то жуткие условия, в которых они не хотят жить. Людям надо создавать условия жизни там, где они хотят жить, а не там, где вы хотите им какие-то концлагеря построить. А вы бывали на Дальнем Востоке, нет? Я понимаю, что Дальний Восток это очень разные вещи. Есть Приморский край, где более-менее нормальный климат. А есть остальной, ну там, юг Хабаровского, юг Амурской области. А есть остальной Дальний Восток, где люди не живут и правильно делают, что не хотят жить. Если хотите, чтобы люди жили на Чукотке и на Камчатке, вот поезжайте и сами там живите. Я там живу уже полвека. Я москвич, а то уехал в 69-м году на Даманские события. И по сей день живу на Дальнем Востоке. Мне кажется, что все-таки... Каманский это юг, а я вам говорю про север. Мне кажется, что действительно есть, во-первых, мировой опыт о том, что часть территории, безусловно, осваивается вахтовым методом. Во-вторых, действительно, ну где-нибудь в Магаданской области, мягко говоря, не лучшие условия, а я уж про Чукотку промолчу или про Карякию, да, совсем плохие. Вот. На Камчатке там есть свои плюсы. Вот. Поэтому мне кажется, что это география, это важно. Но все-таки, мне кажется, один из выводов из нашего разговора, наиболее важных, это, конечно, во-первых, борьба с коррупцией, как-то изменение нынешней системы. И, во-вторых, все-таки, мне кажется, федерация. Это то, чтобы вот эта централизованная сегодняшняя система каким-то образом изменилась. Я думаю, что вряд ли кто-то будет из вас возражать. Согласитесь. Спасибо. Я благодарю наших гостей. Виктор Черепков, Борис Резник и Михаил Тульский. Жарко спорили о проблемах Дальнего Востока. Ну, а поводом стал арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который стал традиционным, уже третьим руководителем этого города, который отправляется под следствие и под суд. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин